До семерки не дотянуло, и это уже такая мини-сенсация, да? Вот она, Кристина Цуйкер, которую анонсировал я вам с самого начала, перепутав ее с Тиной Зелчич. Третья в квале. Будем посмотреть. Шпагат сразу видно, не дотягивает до полного разведения ног. Утюги еще висят. Ну, такая ровненькая, хорошая, но не дотянутая. Мягкая работа, так сразу замечается, что без особых дерганий. Ну, такое ощущение, как будто она не до конца прикладывает усилия для того, чтобы выполнить элементы так. С линцой. Да, да, да. Здесь как гвозди работали вот в тот состав сборной Румынии, который я помню. Ну, и Байла здесь, она в своих лучших кондитиях, конечно, штампур. Лариса Ярдачи, Каталина Паннор, Сандра Избаса, там сколько имен было, да. Причем за кого не схватить, вот они всей командой там работали, как гвозди забивали. И наш Алья Мустафин, она тоже шикарно себя чувствовала на брюме. Алья Мустафин, Юра, выиграв, кстати, уже больше. Да, 2010 год. И Ардачи, которая не выдержала, и китаянки посыпались. Вот заскок здорово, сфляка такого. Действительно, такая кошачья работа. Она спокойная, неторопливая, там, в этой серии. Вот, куда спешить, если в плошке есть еда? Знаете, вот так вот идет. Зачем стремиться, если оно... Не, хорошее. Очень здорово это подкупает, потому что это создает иллюзию, разумеется. Легкость, да. И сложность этой самой работы. Потому что, ну вот у нее, пожалуй, единственная такая крупная помарка, из тех, которые мы видели. Все остальное, за вот этой вот кошачьей грацией, она немножечко скрывается. Ну и, к слову, она так сейчас может тихо-тихо на вторую позицию выйти. Я не знаю, если Халашева она сможет обойти, да. Ну, по-первых, она... А что у нас? А 4-8, одинаковая база вместе с Халашевой у нее был. Да, в целом прыжок. Цекерта, обратите внимание. Как мы с вами предполагали, исполнение 8,8. Будьте любезны, 12,8. О, 8. Прожжнение их на бревне. И вот она, сразу, что называется, взгляд зацепившая представительницы команды. Хорватия. Кристина Цвикер. После третьего результата квалификации с оценкой 12,55, она зарабатывает оценку 12,8. И становится здесь обладательницей золотой медали, так как у Канера. С чем мы ее искренне поздравляем. Сделал, нормально сделал. Вот. И Кристина Цвикер. Вот вам, пожалуйста, мини-сенсация дня сегодняшнего. Была обошедшая от двух признанных лидеров здесь, и полячку, и украинку, с тихой сапой, знаете, подкопалась представительница Хорватии под своих конкурентов. И 12,8, у меня оценка невысока, но она и гарантировала золотую медаль, с чем мы ее и поздравляем. Очень приятно.